Ребята, всем привет с Кубинской дачи. Сегодня я буду копать картошку и собирать урожай. Погнали! Ребята, всё сейчас начал копать. Буду собирать всю картошку по мешкам. Вот такая вот картошка небольшая. Комментарии читаю. Копай картошку, копай картошку. Вот всё, я выкапываю сегодня. Сейчас буду собирать помидорки сразу заодно. Красные, зелёные, наверное, ещё оставлю. Такие более-менее розовые. Читаю комментарии, говорит, путешественника просят все на дачу. Интересные комментарии. Вот картошечка. Интересно, сколько будет картошки. Очень много ещё мелкой. Ребят, буду пока солнышко, а на завтра передали дожди. Сейчас буду выкапывать и тут подсушивать картошку. Вот первое ведёрко уже накопал. Вот всё буду сюда сыпать. Ребят, второе ведёрко картошки. Отдел перчатки. Его, честно, собирал в ведро помидоров. Вот какая большая. Потом буду красную картошку копать. Картошка. Иди ко мне, картошка. Ребят, зелёных помидоров как бы ещё много. Пусть ещё созревает. Вот все красные и розовые я собрал. Вышло одно ведро. Ещё вот немного. Сейчас всё это соберу. И пошёл я копать дальше, картошку собирать. Смотрите, какую картошку нашёл. Вросла друг дружку. А в медузе осьминог. Медуза, медуза, мы друзья. Ребят, уже жарко стало. Вот третья ведёрко. Почему я сюда сыплю? Здесь уже картошки нет. Когда я на даче, на даче, когда я жил, я тут её выкапывал понемножку. И ею питался. Поэтому вот это вот поле здесь, ну вот это небольшое, здесь картошки нету сейчас. Ребята, смотрите, вот такое вот насекомое в картошке я нашёл. То есть её ест. Я не знаю, кто это картошку мою ест. Такое вот большое насекомое. Кто знает, напишите в комментарии. Здесь красная картошка, а по бокам белая. Ну, сорт, видать, ещё такой плохой, наверное, мелкий. Всё равно продавцам лишь бы продать. Говорят, хорошая, крупная будет. Вот, ребят, как картошку ест, то насекомое, которое я показал. Так сильно проедает прям. Четвёртое ведро. Вот, сразу тут и подсохнет сейчас на даче. Что это за насекомое? Гусеница какая-то. Прям сильно проедает. Пятое ведёрко. Пока всю собираю, потом отделю большую от маленькой картошки. Шестое ведро картошки. Это ведро из-под водоэмульсионки. Получается не такое стандартное, как 8-10 литров. Это идёт 12-литровое ведро. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Какую картошку выкупал, это красная. Человечек-боксёр. Вот такая вот. Прикольная. Седьмое ведро уже пошла красная. Там ещё и жёлтая. Перемешку с красной. Зато у меня салата очень много. Смотрите, я его засушу. Вот, какие кусты. Вот. Засушу его, заморожу. На зиму. Вон, целая куча. Самое главное, картошку не потерять. Посадил я 3 мешка картошки и 3 мешка выкопаю. Ребята, у меня конкурс картофельный. Вот кеглю нашёл. В боулинг игра. Ребята, тут на даче весело. Смотрите, кого покемона выкопал. Глаза, рот. Вот такой вот. Будет, в общем, у меня музей из картофеля. Картофельный музей буду собирать. Вот ещё такая картошка. Так, восьмое ведро. Вот это у меня картошка сейчас самая большая. Почти на всю ладошку. Высыпаю девятое ведро. Я заметил, что на красную картошку земля сильно прилипает. Видать, из-за структуры самой картошки. Она вся вот в земле. А жёлтенькая картошка вся чистая. Но она такая гладкая. Ребят, кто знает, напишите в комментарии. Это послён, нет? Ягода вообще должна быть чёрного. Может, просто она не поспела. Такие вот листья. Вот. Тоже растёт. Кто знает. Ребят, смотрите, какая картошка коронная. Она, наверное, конкурс выиграет. Это одна такая картошка в виде короны. Отправляется в музей. А вот картошка в виде сердца. Тоже отправляется в музей. Вот, смотрите, ребята, сколько у меня этого салата. Много, девать его некуда. Вообще тяжело от него избавиться. Вырываешь, растёт, вырываешь, растёт с корнями. Ничего не помогает. Несу десатое юбилейное ведро. Опачки. Вот она, жёлтая, снизу красная. Сразу тыкву буду собирать, копать пока устал. Тыкву потаскаю. Всё потихоньку делаю. Сейчас туда картошки отнесу. Буду показывать весь урожай, складывать на эту поляну. Здесь в мешке помидоры. И сейчас тыкву всё сюда сложу. Я вот эти только маленькие оставлю. Малюсенькие, вот вообще маленькие. Может ещё вырастет. А, вот эти все большие, посрываю. Здоровые. Вот, сорвал я тыкву. Такая вот получилась. До этого я ещё тоже срывал. Так же и питался с дачей. Вон ещё есть какая тыковка маленькая. Но она уже явно не созреет. Но всё равно пусть всё растёт. Вот в ладошку прям помещается. Такую тыкву оставил. Тоже она небольшая. Пускай созревает. Вот. Как дынька маленькая прям. Одиннадцатое ведро. Пошла жёлтая картошка. Красная уже не будет. Двенадцатое ведро картошки. Вообще здесь посажена картошка. Один мешок. Тринадцатое ведро. Мелкое здесь. Всё, ребята, последнее. Четырнадцатое ведро. Вот четырнадцать ведер вышло. Вот вся картошка. Вот такой вот урожай. Ну, до этого я тоже выкапывал как бы немало. Ел. Тут жарил. Готовил на даче. Вот ещё одна картошка отправляется в музей. Не знаю, на что это похоже. Вот такая вот картошка. Всё, ребят, урожай весь собран. Картошка, тыква. Остались только помидоры немножко и тыква. Вот всё. Сейчас прибрался. Чтоб чисто было. Вот так вот выглядит дача. А, ну ещё свекла осталась, растёт. Мусор я собрал. Подсохнет, наверное, потом сожгу. Свеклу полил. Пускай ещё растёт. Ну и так же зелено ещё осталось. Вот, кстати, огурцы подросли. Поспели. Ну вот, сорву. Вот уже можно сорвать. Класс. Ещё раз тут. И вот ещё два огурца небольших. Ребят, смотрите, я петрушку садил. Она идёт корневая. То есть я и сверху срываю, вот эти листочки. И вот сейчас вырвал с корнем. Вот тоже. Она так пахнет интересно. Можно из этого тоже что-то готовить. Сейчас картошку перебираю. Мне интересно. Вот беру. И картошка уже растёт. Глазки видны. Как так? Она же молодая. Кто знает, почему она так растёт? Вот только-только выкопал. Ребята, всем привет. Сегодня поедем на природу. Устроим пикничок. Сейчас взяли арбузик такой маленький. Прям небольшой. Что ещё взяли? Сок. Попить. Давай обзор на еду. Дыня. Дыня? Гдыня. Но это не торпеда, да? Ну я не знаю, какая это она. Там разных сортов было. И бабушкина. И пять видов где-то. Что у нас ещё будет на пикнике? У нас ещё есть виноград. Виноград вязали. Так, у нас есть ещё чебуреки. Прекрасные чебуреки. Сейчас всё нарежем, почистим. И трубочки. Как без сладенького, да? Да. Ребята, в общем, мы приехали на Каратамарское водохранилище. До Платинки. Никого нет вообще. Пляж. Пляж весь наш. Ура! Ой, тут и ветра, кстати, нет. Да, классно. Вообще никого нет. Ну, никого нет. Тишина. Сейчас всё разложим. Как водичка? Проверь водичку. Водичка холодная. Холодная? Да. Очень холодная. Продолжение следует... Песок тут чистый, даже мусора не видно. Сейчас я обувь сниму, будем босиком гулять. Морись сразу разулась. Ребята, вот такой вот у нас пикник, арбуз мы не взяли. Он был плохой, тут у нас фрукты, чебурек, сладости и пико пьем сок. С таким видом прекрасно. Ребята, чувствую себя здесь как на кубе. Куба-либры. Ребята, всем привет. В предыдущей серии мы были на базе отдыха горняк, там ходили в лес, собирали грибы. Можете эту серию посмотреть. Мы собирали маслят, грузди, потом еще какие были грибы? Сыроежки и мухоморы. Сыроежки и мухоморы. Мы разделили, взяли только одни грузди и сейчас будем готовить пирог. Взяли одни мухоморы. Мухоморов уже нет. И сейчас будем делать пирог. Что для этого надо? Тесто? Ну да, во-первых, тесто мы взяли сдобно-дрожжевое, оно такое попышнее. Тут 820 грамм. Ты взвешивал? На пачке было написано. Хорошо. Так вот отрежем для закрывашки, для верхней части. А вот же, если могла проверить. Может, врут? Да. Не доложили 20 грамм. Мы проходим, а там килограмм. Ну так они точно не ошибутся. Будем запекать в духовке. Грибы варились полчаса, потом их прожарили 15 минут с луком, посолили. И картошкой. С картошкой будет пирог. И все, больше ничего не будет? Ну, больше пока ничего. Ну, кажется, одни грибов будет достаточно. Может, что-нибудь с импровизируем, еще добавим туда. Действительно. Походу делаем. Долго ли умеючи. Это будет таких два листа, да? Ну да. Один побольше снизу, другой поменьше будет сверху. Самое главное – начинка. Да. Ну, грибы – это классно. Ну, может, в пироге все классно. На стеклянный противень постелили фольгу. Обмазали маслом подсолнечным. Укладываем нашу нижнюю часть. Ну, как надо было сразу сделать. Действительно. Теперь катаем второй лист, делаем, да? Угу. Обязательно похлопать надо? Конечно. Если не похлопать, никакого чуда не произойдет. Сейчас будем нарезать картошку. Сколько здесь? Примерно. Ну, вот пять картошинок. 158 грамм. И чашки. Где-то грамм 150. Да у нас грибов, в принципе, тоже немного. Грибов может тогда грамм. Да, сейчас покажем грибочки. Они, грибы, очень сильно ужариваются. Вот килограмма грибов у меня получилось. Ну, вот сейчас весим сколько. Картошку как нарезаем соломкой? Квадратиками? Нарезаем желательно соломкой. Ребят, вот все грибы, что вышло с одного килограмма. Такие вот грузди. Все, вот дорезаем последнюю картошку. Та-да! Точнее, Маруся дорезает, а я оператор. Ребят, сейчас посолим немножко картошку. Грибы уже соленые. Да, грибы соленые, уже обжарены. Еще чуть-чуть. Я обычно солю по-турецки, но ладно. Ну, соли, пожалуйста. Надеваем перчатки. И будем сейчас смешивать грибы с картошкой, перемешивать. Сейчас Маруся, оператор, очень удобно. Конечно. Держатель. О, вкуснятина, чувствую, будет. Запах есть какой-то? Кроме как от теста такой дрожжевой запах стоит. Ну, есть, грибной, грибной. Грибами вкусно пахнет. Да, вообще грузди очень вкусные. Я считаю, что грузди самые вкусные грибы. Вообще грузди зовут король грибов. А я вот в интернете читал сегодня, король грибов, там пишут белый гриб. Ну, тоже, не исключено. А кто-то еще другие грибы называет. Ребят, напишите в комментарии, король грибов, как вы считаете, что за гриб? Ну, что-то напишет, кто-то персонально какие-то грибы любит. По-любому, все вкусы разные. Потом по лайкам проголосуем. Да. Ну, и грибам давай приправим для свинины. Чуть-чуть. Для запаха. Да, все это перемешиваем. И вот такой вот еще перец чили. Но мне вторая рука нужна, чтобы насыпать его точно. Совсем прям капельку. Да, вот такую щепотку. Все это перемешиваем. Хорошо, что ты в перчатках. Так пирог назовем. Пирог с грибами, с груздями. Ну, какое название можно было придумать. Ух ты, ты смотри. Два грамма. Убежал. А что у нас будет за процесс? Сейчас будем делать начинку, укладывать в наш пирог. Как это аппетитно все выглядит. Да. Запах такой прям грибной. Чуть-чуть с приправой свинины. Уже не терпится попробовать его. Не говори. Терпи, Ром. Терплю. Блестит, так красиво переливается. Ну, жареный лук, конечно, масло тут уже есть. Можно масло сливочное не добавлять, потому что здесь уже и так хорошо. Но мы все-таки добавим. Теперь вот две лаврушечки. Так. Тоже все потешим. И вот так вот масло положим сюда. Два кусочка масла, да? Угу. Масло положили грамм тридцать. Теперь его закрываем. Чуть-чуть притопим его, чтобы они там ровненько улеплись без бугров. Так, теперь, чтобы залепить, нам нужно вот так край. Два края. Немножко их достать. И чуть-чуть сплющить сначала между собой. Сейчас идет процесс клейки. Ну, потом вот так вот берем и вот так складываем буквой ЗЮ и надавливаем немножко. Вот, чтобы у нас складочка пошла. Ну, красивее будет. Ну, вот так положено. Вот так сращиваем, слепливаем. Вот такой получился пирог. Тут сделаем отверстие. Надрез. Да. Такой вот. А потом в середине готовки мы его вытащим, намажем яичным желтком, чтобы он был глянцевый. По феншую все, да? По красоте. Ну, вот, наверное. Ну, тридцать мало будет. Через тридцать минут мы его вытащим и помажем. Да? Да, минут, может, сорок. Все, сейчас ждем. Сразу подготовим одно яйцо. Желточек. Желток. С одного яйца. Вот так, все. А белок можно выпить? Белок собаки. Ребят, прошло где-то 20 минут, смотрите, как вздулся. Поднялся. Ну, тесто пышное такое, удобно дрожжевое. А как этот процесс называется? Ну, смазываем просто верхний слой желточком. Мы его достали, он такой уже достаточно. Зафиксировалась форма. Хорошо. Чтобы блестел. Чтобы блестел. Румяный был. Специальные кисточки. Кулинарная кисть. Мне кажется, такие кисточки сейчас уже у всех есть. Да, продают такие. Чтобы руками не мазать, прогресс дошел. Сейчас еще минут 10-15, наверное, да? Или поболее? Мне кажется. Нет, побольше еще. Картошка же все-таки. Он уже такой золотистый стал. Желтенький. Все, пирог достали. Прошло ровно один час. Будем резать? Да. Посмотрим, как он внутри там выглядит. Хорошо режется прям без проблем. Может, нож острый? Может быть. Катана. Так, посмотрим, как он в разрезе выглядит. Грибочки, картошечка. Немного фольги. Все вкусно пахнет. Грибами, да, пахнет? Да. Немножко дрожжами, да, такое тесто? Все, ребят, пирог готов. Сейчас будем вкушать. Вот так вот он выглядит. Будем пить его с дохон пау, с чайком. Еще у нас тут огурчики. Морс. Нет, не морс. Компот. Компот? Холодный компот. Да. Теплый чай. Приступаем. Ребята, все, дегустация пирога прошла успешно. Мне очень понравилось. Все вкусно. Вкус грибов. Я рекомендую этот рецепт. И нижний слой такой получился, так сказать, пористый. Рассыпчатый. Рассыпчатый, да. А ты, Маруся, что скажешь? Ну, пирог хороший получился. Прям грибы чувствуются. Теперь будем собирать только грузди. Да. Переходим на грузди. Скоро станем заядлыми грибниками. Грузди ловами. Грузди ловами. А кунька одного поймали, да? Ну, с рыбой лишней сложилось. Рассыпчатый, да. Рассыпчатый. 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 Продолжение следует...